Мы продолжаем турнир Биг Драма Шоу 2 в Екатеринбурге! Нас ожидает 8-раундовый бой в супер-полусреднем весе до 69,9 кг. Встречает и в синий угол ринга бойца из города Уфа Ашот Попя! Ну что ж, мы добрались до первого среднего веса 8 раундов. Весовая категория до 69,9 кг. И Ашот Попян из Уфы сейчас проследует в ринг бойцу 27 лет. На его счету 3 победы, 1 нокаутом, 1 поражение по очкам. Является профессионалом с февраля 2015 года. Уроженец города Аштарак, Армения. И для Ашота Попяна это второй бой за этот год. В мае 2017 года он боксировал с Данилом Суриковым. И победил Данилов досрочно. После первого раунда команда «Угол Сурикова» снял своего боксера. Тот бой прошел в среднем. Красный «Угол Ридга» приглашает своего соперника к бойцам из города Балашиха. Александр Шаронов! А теперь Александр Шаронов под классику брейк-бита. Группа «Продиджи». Песня «Файл Стартер». 25 лет Александру, 8 побед на его счету. У него 1 поражение и 2 ничьи. Рост 1,70 м. Урожение с Магнитогорска. Представляет Балашиху. Профессионал 2014 года. С марта месяца. Для Александра Шаронова это также не первый бой за 2017 год. Третий раз выйдет в ринг Александр. Первый бой в этом году состоялся в марте. Балашихе тогда одолел Алексея Тухтарова. Точнее, не щаволок Алексея Тухтарова, но Александра Шаронова. Ему 27 лет. Рост 174 сантиметра. Профессиональный рекорд. 4 боя. 3 победы, 1 нокаутом, 1 поражение. Ашот Попян! Его соперник в красном углу ринга. Боец из города Балашиха. Ему 25 лет. Рост 170 сантиметров. Профессиональный рекорд. 11 боев. 8 побед, 4 нокаутом. 1 поражение, 2 ничи. Александр Шарона! Грефери в ринге Семен Стакеев. Боксеры на серединку. Боксеры, слушаем мои команды, внимательно работаем по правилам. Пожали руки. Желаю удачи. Послушные списки бойцов и, собственно, сами бойцы на ваших экранах. Ашот Попян, Александр Шаронов, первый средний вес. Соглавный бой сегодняшнего вечера и 8 раундов по 3 минуты запланировано в этом поединке. Именно так. Красные перчатки и сейчас поджимает Попяна от Александра Шаронов. Ашот выше ростом в черных перчатках. Интересный боец. В мае он, ну, практически так, Данила Сурикова, я бы сказал, очень уверенно победил. Александр Шаронов свой предыдущий бой завершил в ничью. Два, кстати, своих предыдущих поединка Александр завершил в ничью. В марте с Алексеем Тухтаровым и в мае с Магомедом Касумовым. Начинал свою карьеру Александр Шаронов, кстати говоря, в полусреднем весе. Но вот были у него бои, где выходил он в ринг и в рамках второго среднего веса. Мы видим, Ашот Попян выше ростом, но работает пока вторым номером. Вот сейчас перехватил соперника. Обменялись боксеры джебами. Через джеб сейчас работает Ашот Попян. В принципе, это, на мой взгляд, правильное решение. Не подпускает он на ударную дистанцию Александра Шаронова. Есть у него преимущество в длине дистанции, в длине конечностей. Вот, кстати говоря, Александр Шаронов в мае 2015 года боксировал с нами уже упомянутым Вагенатом Томразяном. И проиграл ему по очкам в восьми раундовом поединке. А в июле прошлого года Александр Шаронов испортил послужной список Владимира Укаченко, который был не битым. 4-0, но вот взял и выиграл Александра техническим нокаутом в третьем раунде. В принципе, удар есть у Александра Шаронова. Здесь там была потеря равновесия больше. Старается держать Шаронова на джебе Ашот Попян. Так, двигается по канатам. При случае передает привет Владимиру Кличко вот такими захватами. Да, джеб то, что нужно Ашоту Попяну. Хорошо попадает в оке сейчас Ашот Попяну. Отвечает Александр Шаронов. Жегко справа. Лезет, лезет на ближнюю дистанцию Александр Шаронов. Прекрасно понимает, что именно там ему выгоднее работать. Пропускает. Опасный, опасный левый крюк. Ашот Попяну. Ашот Попяну. Ну что ж, интересный раунд. Были хорошие моменты и у Ашота, и у Александра. Еще 7 раундов. Я очень надеюсь, что бойцы так раскочегарятся. И где-нибудь к середине мы увидим прям настоящий хардкор, такой олдскул. Посмотрим. Первый раунд был таким больше перестрелочным, хотя определенные снаряды уже просвистели. Да, сложилась тенденция. Мы примерно понимаем, в каком ключе будут пытаться работать оба бойца на протяжении ближайших нескольких раундов. Ну здесь антропометрика, вот хороший, кстати, через руку свинг в эпизоде попал этим свингом Александр Шаронов. Ашоту, да, Ашоту нужно работать на дальней, у него длиннее руки, ему нужно держать на джебе соперника. Ну и двигаться, двигаться, не заставлять себя запирать в углу и поджимать каната. Что касается Александра Шаронова, да, здесь ближняя дистанция, здесь ближняя дистанция. Его тема. Ближняя, средняя. У нас второй раунд. Первый средний вес. Весовая категория до 69 килограммов, 900 граммов. До отказа заполнена площадка у драматического театра города Екатеринбурга, мы видим. Да, народу все больше и больше, это прекрасно. Сегодня хорошая погода, нет дождя. Тьфу-тьфу-тьфу, дождя нет, хотя кисметио нам обещало гром и полный. Ох, выточное попадание. Отвлеклись мы немножко, ашот Папян, сработала его пушка. Есть шанс закончить бой досрочно, нужно им пользоваться. Попадает снова ашот Папян. Отвечает размашистым правым свингом Александр Шаронов. Клинчует две минуты с лишним вагон времени и у того и другого боксера. Но вот здесь, на мой взгляд, ашоту нужно быть похлотокровнее чуть-чуть. Так вот в открытую не лететь на соперника. Ну и Александр идет вперед, обостряет, несмотря ни на что не стал брать паузы. Хорошая атака от ашота Папяна. Попал сейчас левым крюком ашот Папяна, очень остро. Папяна и переводит на корпус ашот. Вот мы видим, да, что он сам запрыгивает в инсайт. И снова клинч. Нельзя застаиваться, конечно, Александру Шаронову. Нужно наносить удары, нельзя так уходить только в глухую защиту, отдавать так много инициативы сопернику. Пошел Александр вперед. Ждет, ждет, ждет его, ждет его. Папяну подоземнул он удар. Опасно сейчас бил левый боковой Шаронов. Вкладывая всем туловичем в этот удар. Встречает двойкой Папян Шаронова. В атаке Шаронов. И уже клинчует ашот Папян. Опа, держи. Промахивается сейчас Александр Шаронов. Заканчивается первый раунд. Стоп, стоп. Выши головой. Не донеси. Лопс. Стоп. Стоп. Пасно головой, выше. Походи с ударами. Лопс. Встречает, Сашин. Я ближний, средний. Стоп, стоп, стоп. Выши голову. Так, сумбурно заканчивают первый раунд. Ох, это. Смотрите, у нас удар под гонг. Но, я так понимаю, нокдаун не считают. Рефери не открыл счет, а отправил бойцов сразу по углам. Тем не менее, формально первый раунд за ашотом Папяна со счетом 10-8, так как его соперник побывал в нокдаун. За полоска выбрали. Вот, давайте смотреть этот момент. Вот он, левый боковой от ашота Папяна. Так, в размене он попал. Но смог восстановиться Александр Шаронов после этого нокдауна. И в конце сам отправил ашота Папяна на стилу ринга. Но рефери нокдаун считать не стал, посчитав, что была потеря равновесия. Наиболее яркие эпизоды, вот как раз этот момент. Ну, не знаю. Очень-очень. Удар был, по крайней мере. Удар был, по крайней мере. Третий раунд в этом поединке. Из восьми запланированных. И очень-очень пока так остро ведут поединок оба бойца. Опять вперед идет Александр Шаронов. Фон является инициатором атак. Ему нужно реваншироваться за предыдущий раунд, однозначно. Попадает он слева сейчас. И мы видим, что забыл про джиа Пашот Папяна. И практически нечем ему пока стопить соперника. Спокойно он пускает его в инсайт, где, собственно, и работает Александр Шаронов. Наседает Александр Шаронов. Идет, идет, постоянно обостряет. Да, он. Ох, какой размен у канатов. Перестал работать так остро джебом, как он работал в первом раунде. И Ашот Папяна. Опа, держи. Бить, 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 Саша, давай. Да, очень-очень быстро прыгает на удобную для себя дистанцию шаронов. Когда перепрыгивает, случаются клинчи, да. Сань, качай, качай, качай. Ну вот, вспомнил Ашот Папяна про джеб, то, что ему нужно. Джеб и ноги, джеб и ноги нужны Папяну. Ни в коем случае не застаиваться. Ну, а Александр Шаронов бьет из каждого удобного положения. То, что ему нужно. Да. Ему нельзя давать такого большого пространства сейчас. Ну и постоянное давление, постоянное давление со стороны Александра Шарона. Далеко не первый восьмираундовый бой для Александра Шаронова. Есть у него хороший опыт проведения поединков такого формата. Не кидайся, Саня, не кидайся. Для Ашота Папяна это первый восьмираундовый поединок. Я думаю, что где-нибудь после четвертого раунда, возможно, уже и физические кондиции. Начнут выходить на передний план. Ну, темп, темп очень высокий в этом поединке. Темп высокий. И начиная, наверное, с конца первого раунда идет такой открытый размен. Попадает сейчас Шаронов, кстати говоря. Ну, размен, да, открытый, но очень часто стали сваливаться боксеры в клинч. Нельзя кого-то одного назвать инициатором именно клинча. Оба бойца где-то, может быть, на шот Папяна не успевает уйти на ногах. Ну и то активное движение вперед. Хорошо сейчас попадает. Да, Шаронов. Затем отвечает Папяна. И подгон, точный удар от Шаронова на скачке. Окончательно пришел в себя Александр Шаронов после пропущенного нокдауна во втором раунде. И мы видим, что постоянно он старается действовать первым номером. И часто, да, часто ему удается сокращать дистанцию, выходить на удобную для себя. И Ашот Папяна относительно редко работал джебом в четвертом раунде. Да, удалось, удалось нейтрализовать вот этим постоянным давлением Александру Шаронову тот джеб и ту дистанцию, которую вначале пытался держать Ашот Папяна. Ну и первый, пятый раунд в профессиональной карьере Ашота Папяна. И, конечно же, очень важно, насколько он себя чувствует. Не измотался ли он вот такими постоянными разменами этим высоким темпом. Ну что ж, поединок перевалил за экватор. У нас пятый раунд из восьми запланированных. Четвертый, четвертый, коллега, извиняюсь. Четвертый раунд. Да, мы немножко сбились. Но у нас четвертый раунд. Так, уходит вниз Александр Шаронов. Очень низко. Можно попытаться его подловить Папяну на апперкот. Потерял немножко вот эту свою остроту и скорость Ашот Папяна. Да, куда-то делся джет. Ох, как хорошо ли он в боковом попадает. Шаронов ведет Папяна. Ох, нет, снизу, да. Ух, клинчует, клинчует Ашот Папяна. По-другому ему никак. Да, ему нужно выживать. Нужно выживать. То есть то, что он вязал, это абсолютно для него нормально, естественно. В тяжелом положении Ашот Папяна. И очень много времени еще в третьем раунде. Очень, очень, да. В четвертом раунде. Попадает, попадает снова Александр. Очень тяжело Ашоту Папяну. Ну и тут откровенно, да, опять держит. Хорошая атака Александра Шаронова. На морально волевых держится Ашот Папяна. Его задача в этом раунде, наверное, просто выжить и достоять. Ну а у Александра, мне кажется, такое открылось второе дыхание. Он допострился, да. Он на кураже, он хорошо поработал в предыдущей атаке. Естественно, у него кураж. Он задышал. Задышал, у него начали заходить удары. Вот эти клинчи, они на руку, конечно же, Ашоту Папяну. Да, они дают ему возможность немножко прийти в себя. Но нужно вспомнить Ашоту про джеб. Помнить про джеб. И не пускает Шаронова на ближнюю. Опять в атаке Шаронов проходят апперкоты. Бьет справа. Вот ушел на ногах от канатов Ашот Папяну. Все правильно для себя сделал. Ну, складывается такое небольшое впечатление, что немножко смог прийти в себя Ашот Папяну. Ашот Папяну смог прийти в себя, плюс где-то, может быть, чуть-чуть подвымахался Шарона. Снова клинч. Заканчивается у нас четвертый раунд. Чуть меньше 20 секунд уже осталось в атаке Александр Шаронов. Оба бойца сейчас только работают, стараются попасть только по голове. Скорее всего, возможно, еще здесь поработать немножко по корпусу. Но, как говорится, нашла коса на камень уже. Да, пришел в себя Ашот Папяну. Был хороший раунд для Александра Шаронова. Такая хорошая, мощная атака. Зашел там и боковой, и апперкот серьезный. Но, тем не менее, тем не менее, воспользовался боксерскими хитростями. Ашот Папяну смог, благодаря тому, что связал соперника на какое-то время, прийти в себя. И тем интереснее смотреть будет поединок далее. Олега, прошло всего половина поединка. А мы уже столько увидели. Будет интересно, как будет дальше развиваться этот бой. Да, смотрите. О, как тяжело попал. Вот здесь вот, вполне возможно, если бы не было канатов, возможно, и упал бы на настил ринга Ашот Папяну. Если бы это попадание было чуть дальше от центра ринга. В центре ринга, да. То есть здесь канаты сыграли за Ашота Папяна. Дали возможность ему устоять, но тяжело сказать. Может быть, и не упал бы. Очень важно для Ашота, насколько он восстановился после такого тяжелого для себя четвертого раунда. А вот теперь, наконец-то, перешел за экватор поединок. У нас пятый раунд. Первый в карьере для Ашота Папяна. Чем мы его и поздравляем. Но соперник у него очень тяжелый. Александр Шаронов. Как настоящий бульдок он вцепился в Ашота. Да, держит высокий темп. Не дает дышать Ашоту Папяну. Ашоту нужно вспомнить про Джейб. Джейб всему голова в данном случае. Часто снова начал бить правой свой через руку. Вот этот такой удар сверху Александр Шаронов. В предыдущем раунде ему удалось обхитрить. Ох, и вот снова, да. Это нокдаун. Да, нокдаун и достаточно такой тяжелый. По-моему, попал. Да, и ушел немножко влево. Первым подцепил слева и тут же добавил право Александр. Два удара. Пятый раунд. Ну, шанс для Шаронова. Как раз в этот момент хотел я сказать, что часто уходит, бьет правый через руку. А здесь немножко обманул Александр. Ушел влево. Да, и на нем. Ох, боковой. Но здесь надо не вязаться, не вязаться. Александру надо... Чуть-чуть отойти нужно Шаронову на удобную дистанцию. Попал очень хорошо, очень плотно. Сейчас, возможно, ему нужно выдержать вот эту дистанцию, не дать возможность затянуть себя в клинч. Попадает сейчас навстречу Попян, пропускает жесточайший апперкут, но выдерживает. Естественно, естественно, будет вязаться шот Попян. Нужно ему восстановиться после этого тяжелого нокдауна. Правый на встречу от Шаронова, левый боковой. И снова висит на Александре Ашот. Идет вперед Александр Шаронов. Взял, правда, небольшую паузу, чем пользуется Попян. Но здесь перелетела рука у Шаронова. Идея была хорошая, но немножечко не хватило. С дистанцией немножко не рассчитал. Но посмотрите тут. Поджал канатом Шаронова Попян. Неожиданно. Да, и работает, работает. Ашот уперся так плечом в голову сопернику. Скорее всего, тут закрутить надо, закрутить Александру. Ну вот видно, что, кстати, Александр тоже немножечко подустал. Да, в те моменты, когда он попытался добить своего соперника, очень много сил он потратил. А ощущение такое, что Ашот как раз-таки восстановился. Пропускает двойку Попян сейчас. И мы видим, да, тут же вяжет. Заканчивается пятый раунд. Вспомнил про Аджеп Ашот Попян. Вот так вот пять раундов позади. Отличный раунд для Александра Шаронова. В четвертом раунде он был близок к тому, чтобы отправить соперника на настил ринга. В пятом раунде он это сделал. Тем не менее, Ашот Попян смог восстановиться. И в конце раунда даже были у него неплохие успешные моменты. Очень тяжело складывается для обоих бойцов этот поединок. Очень сложно, очень много эмоциональных, функциональных сил он забирает. Вот апперкот. Да, вот тут как раз-таки. И правый боковой. Аперкот с левой и правой боковой. Начал уходить в левую сторону здесь Александр, но не стал бить, как это он делал традиционно через руку справа. Ударил левый апперкот и после этого добавил правый через руку. Прекрасная двойка такая, которая и привела вот к такому нокдауну. Но надо отдать должное. Восстановился Ашот Попян. И к концу раунда очень так конкурентно вёл пятый раунд. Настоящий боец, безусловно. Три раунда ещё остаётся у нас в этом поединке. Запланированный, по крайней мере. Шестой раунд. Ашот Попян, Александр Шаронов. Первый средний вес весовая категория до 69 килограммов 900 граммов. Хороший правый свинг от Шаронова. Он по-прежнему в центре ринга, по-прежнему работает первым номером. Отвечает Ашот Попян правым боковым. Ашоту Попяну нужно стараться держать соперника на джебе. Но очень быстро сокращает дистанцию Александр Шаронов. И не забывает про апперкоты. Работа в инсайде. Апперкот от Шаронова. Снова попадает Александр. Пошёл вперёд Шаронов. Но в итоге пропустил слева сбоку. Вот сейчас в шестом раунде понятно, что в предыдущем раунде бойцы отдали, конечно, очень много сил. Хорошая двойка по корпусу от Попяна, кстати, в инсайде. Возникло такое пока временное небольшое затишье у нас в ринге. И опять Попян постучался по сопернику. Ох, попадает навстречу сейчас Ашот. Пошёл так немножко вниз и выбросил прямой Попян. И снова клинч. Вот да, всё чаще и чаще сваливаются в клинч боксёра. Действительно, видимо, тот высокий темп, который был задан в начале поединка. Хорошо попадает Попян. Почему не пошёл развивать там подсостоялся Шаронов? Вот хорошо отвечает Александр Шаронов. Браун через руку запер Попяна у канатов. Но, тем не менее, Ашот за счёт вот этого вязания смог выбраться из неприятной для себя ситуации очень. Заканчивается шестой раунд. И снова правый через руку Ашаронова. Он, видимо, ждёт момента, когда будет выбрасывать джеб Попян, чтобы сконтриться. Пошёл вперёд. Шаронов и снова клинч. Под конец шестого раунда. Шесть раундов позади в этом поединке. Небольшую паузу взяли оба бойца. Так не обостряли в этом раунде. Они, потому что пятый действительно выдался очень жарким раундом. И я думаю, у нас всё ещё впереди будет очень много интересных моментов. Седьмой, точнее, восьмой раунд. Седьмой, восьмой раунд. Семь боёв сегодня запланировано. В вечере мы с вами наблюдаем шестой из них. И нас ждёт финальный поединок очень скоро. Большие, крупные ребята. Первый тяжёлый вес. И на кону 90 килограммов, да, 700 граммов это. На кону титул. WBO Oriental. Даже так. И более яркий эпизод закончившейся трёх минутки вашему вниманию. Вот здесь видно, что проходили эти размашистые правые удары у Шаронова. Но здесь, возможно, дело в том, что порой где-то Ашот Папян, так скажем, защитой пренебрегает. Да, он не держит высоко перчатки у головы и позволяет Шаронову попадать. Седьмой раунд. Ашот Папян, боец в чёрных перчатках, в чёрных трусах, пошёл вперёд. Работает в инсайде. Обрабатывает корпус, насколько это возможно, Александра Шаронова. Отвечает апперкотом Шаронов. И ещё одним. Попадает сейчас Папян. Ох, какой размен. Да, отличный размен. Оба попали сейчас. И так чуть-чуть, мне показалось, болтанул Александр Шаронова. Да, сложилось такое небольшое визуальное ощущение, по крайней мере. Снова идёт вперёд Шаронов. И оказывается в клинче. Хорошо попадает сейчас Папян навстречу. По корпусу попадает снова Ашот Папян. И боковой слева от Папяна точно. Хорошо встретил Папян сейчас справа Шаронова. И подхватил тут же левым, таким хлёстким, сбоку. Вот сейчас хорошо навстречу слева отвечает Шаронов. Но Папян удар выдержал. Ну и тут же вошёл в клинч. Но он всё прекрасно понимает, что клинч его друг здесь. Да, он спасается в нём на ближней вот тут вот этой средней дистанции. Подходит Шаронов близко. И снова в коротковременной обнимашке. Вот снова встречает пошедшего без удара вперёд Шаронова Папян. Мы видим, стал чаще держать правую руку у подбородка Папян. Снова попадает Папян навстречу. И ещё раз. И ещё раз попадает Ашот. Неплохо он начал встречать соперника вот в седьмом раунде. Попадает через руку сейчас Александр Шаронов. Но это не такой тяжёлый удар, какой был в первом и вначале, в первых раундах. Совершенно верно. И мы видим, как встречает Папян соперника. Стоп! Меньше 20 секунд осталось. Попадает справа через руку Шарона в конце раунда. Ох, какой размер! Хороший седьмой раунд. На мой взгляд, очень неплохо Ашот Папян встречал соперника в этом раунде. Да, и мне кажется, вот именно этот раунд, возможно, даже забрал Ашот Папян. Я соглашусь с этим. Он был очень острый. У него много получалось. Много лёгких каких-то ударов он выбрасывал. А Александр Шаронов немножко как-то... Не то чтобы подзажался. Мне кажется, просто больше сил сохранил к этому моменту, к этому раунду Ашот Папян. Так сложилось впечатление, что очень подустал. А Александр Пенши работал и больше работал одиночный. И не так часто, как ему хотелось бы самому его команде, так скажем. А Ашот как раз-таки работал двух-трёх ударными комбинациями. Пожалуйста. Наиболее яркие эпизоды закончившегося раунда вашему вниманию. А у нас... Заключительный раунд. Заключительный раунд. Восьмой раунд в этом поединке. Напомним, бойцы обменялись нокдаунами. Во втором раунде попал в нокдаун Александр Шаронов. В пятом раунде оказался в нокдауне Ашот Папян. Ох! Сразу же, сразу же бросился Шаронов на соперника. Попал справа. Плотный правый крюк достиг цели. Размен в инсайде. Папян принимает этот размен, кстати. Уперся так в соперника Ашот. Аперкот боковой. Еще один удар снизу отвечает апперкотом Шаронов. Ну вот немножко Мексики в Екатеринбурге. Опять Шаронов поджал канатом Ашота Папяна. Попает левым боковым. Хорошо сейчас Александр Шаронов. Зацепил он Ашота. Естественно, Ашот вяжет по традиции. И снова достает левым боковым Папяна Шаронов. И точно, точно попал в этот момент Ашот. Ашот. Так, провоцирует, приглашает. Вытягивает на себя Шаронов под пяна. Взял паузу Шаронов. И тут же отвечает Ашот Папяна. Ой, какой тяжелый удар достигает цели от Александра. Клинчует, Клинчует Ашот Папяна. Минута с лишним. И есть еще время у Шаронова для того, чтобы дожать соперника. Пошел вперед Шаронов, прекрасно понимая, что это шанс. Естественно, Клинчует Папяна, прекрасно понимая, что нужно это делать ему. Левый на скачке от Шаронова. По-моему, у меня такое ощущение, что... А нет, не рассечение все-таки. Заканчивается последняя минута финального раунда в этом поединке. Хороший раунд для Александра Шаронова. Тем не менее, Ашот Папяна боец очень мужественный. Пропускает сейчас справа короткий удар навстречу. Но, тем не менее, он устоял на ногах. Меньше 20 секунд до окончания раунда и поединка соответственно. Вспомнил Ашот Папяна под конец проджеб. Под конец раунда попытался пробить апперкок. И в концовке взрывается Папяна. Размен принимает Александр Шаронов. Бой закончен. Яркий восьмой раунд. И мы ждем объявления судейского решения в этом поединке. Спасибо. 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 Миша. Миша. Я отлично подготовил. Я хочу поблагодарить. Саня. 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 Миша. 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 Продолжение следует...